Добрый вечер, драгоценные! Мы продолжаем наш разговор на тему «Тихое время с Богом». Хочу сегодняшнюю встречу начать с чтения Слова Божьего. Я прочту Псалом 90 в современном переводе. Псалмопевец. Ты, живущий под сенью Вышнего, приютно шедший под кровом Всильного, говорящий о Господе, о мой оплот, моя крепость, мой Бог, моя надежда. Господь спасет тебя от сетей ловца, от всего, что гибель несет. Он своими крылами укроет тебя, его крылья — защита тебе, его верность — щит и стена. Ни ужас ночной не страшен тебе, ни днем пущенная стрела, ни чума, крадущаяся в ночи, ни мор среди бела дня. Тысяча падших рядом с тобой, десять тысяч по правую руку твою, но тебя минует беда. Ты всего лишь свидетель. Смотри и увидишь расплату грешных. Праведник. О Господь, Ты прибежище мне. Псалмопевец. Ты высшего выбрал оплотом своим, и горе к тебе не придет, и беда не войдет в твой дом. Он ангелам даст тебе наказ хранить тебя, куда бы ты ни шел. Они на руках понесут тебя, чтобы ты не споткнулся о камень. Льва и гадюку ты будешь попирать, злого льва и дракона растопчешь. Бог. Он меня любит, и я его спасу. Я защищу его, знающего имя мое. Он призовет меня, и я услышу его. С ним я в беде. Приду на помощь и прославлю его. Дам насытиться долгой жизнью. Дам увидеть, как я его спасу. Дорогие, все ответы Бога под его покровом. И давайте помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы приходим к Тебе сегодня, чтобы научиться успокаиваться в Тебе, любить, понимать, радоваться Твоему присутствию, чтобы слушать, слышать и понимать Твое Слово. Мы все наши заботы возлагаем на Тебя, и мы здесь, потому что доверяем Тебе нашей жизни. Мы благословляем Тебя, наш Бог. Говори сегодня нам и действуй. Аминь. Два вечера мы с вами говорили о личных глубинных отношениях с Богом и о молитве Божьего присутствия. Мы остановились на плодах этой близости с Богом. Хочу напомнить основные выводы, к которым мы пришли. Но прежде всего для близости с Богом нам необходим покой, как внешний, так и внутренний. Необходимо остановиться, перестать бежать, чтобы заглянуть глубоко в самого себя. Внутри нас должно быть не старое сердце в религиозной оболочке, а новое сердце, в котором обитает Бог. Митрополит Анатолий Сурожский писал, если ты не обрел Бога внутри, снаружи точно не найдешь. Вот там, внутри нашего сердца, в тишине Божьего присутствия, и происходит эта встреча. Все, что мы с тобой делаем, это слушаем, бодрствуем и ожидаем, что будет делать Он. И еще важно помнить о молитве созерцания, что это не какая-то техника, которой мы должны овладеть или научиться, это дисциплина, которая сама будет нас учить. Когда мы посвящаем себя Богу полностью, наш разум и наша душа погружаются на уровень Духа. И наступает такой праздник Души. Она, наконец, находит то, о чем она мечтала, и что она искала долгое время. Она находит внутри себя источник мира, покоя, любви, утешения, радости. И принятие ее такой, какая она есть. Она начинает получать ответы не из стратегически такого расчетливого разума, а начинает получать ответы из тихого сердца. Наступает еще и праздник Духа, потому что Дух Святой, Он давно ждал, когда ты ответишь на Его призыв и обратиться к Богу, который внутри тебя. Исполняется Писание. «Придите ко мне, и я успокою вас, и найдете покой душам вашим». Говоря о плодах тихого времени, проведенного с Богом, предлагаю пройтись по страницам Нового Завета и посмотреть на людей, которые имели эти близкие отношения, и на результаты их близости. Начнем с трех учеников Иисуса Христа – Петра, Якова и Иоанна. Напомню, что это были простые работящие мужчины, один из которых забрасывал сети, а двое из них чинили, когда наш Господь их призвал. На призыв Иисуса следовать за ним, они сказали в ответ «да», они оставили свои занятия, они оставили свои семьи и посвятили Ему свои жизни. И вот результат. Это были самые приближенные, самые любимые ученики Иисуса Христа. Они свидетели воскрешения Господом дочери Иаира, они свидетели преображения Господа на горе Фавор, они свидетели молитвы Иисуса с кровью и потом в Гефсиманском саду, и они, конечно, свидетели Его воскресения и Божьей славы. Давайте вспомним Петра, как он трижды публично признался Господу в любви. Можете об этом прочитать в Иоанна 21 главе. Ну вот результат. После воскресения Иисус первым явился Петру из апостолов. В день Пятидесятницы ему Богом дарована чудодейственная сила. Он воскресил, помним, Тавифу, он умертвил за ложь Анании и Сапфиру, и его тенью исцелялись больные. Петр главный среди апостолов, и о нем пишут все Евангелия и книга деяний. Евангелие от Марка написано из личных свидетельств Петра. Петром написано в Библии два соборных послания, которые занимают в Священном Писании всего четыре листа, но они поражают нас с тобой глубиной своего содержания. Три раза Петр называет нашего Господа драгоценностью. Кровь Иисуса названа драгоценной. Мы с тобой, верующие, названы родом, избранным и царственным священством. О себе Петр пишет «Я очевидец Его величия». В третьей главе первого своего послания Петр умудрился в одном стихе 18 и в одном предложении изложить евангельскую весть. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, был умершвлен по плоти, но ожив духом». Вот такие перемены произошли в жизни апостола Петра. Другой ученик Яков. Это человек незаурядной решительности и не зря в Писании его называют сыном грома. Это неутомимый миссионер, который после Пятидесятницы был направлен Духом Святым проповедовать в Испанию. И он с таким дерзновением проповедовал о Христе, что те люди, которые приходили арестовать его, после беседы с ним становились христианами. Хотелось бы послушать эту проповедь и научиться так проповедовать. Апостол Яков Завидеев, он первый апостол-мученик церкви. Это о нем написано в Деяниях 12 главы с первого стиха. «Царь Ирод начал гонение на некоторых членов церкви и обезглавил Якова, брата Иоанна. Кровь мучеников церкви – это семя церкви, и апостол Павел стал первым таким семенем». Еще один ученик Иоанн – это любимый ученик Иисуса Христа, так написано в Евангелии. На Тайной Вечере ему не было и 20 лет. Он не расставался с Господом, он следовал за Ним из Гефсимании, по всему крестному пути, он плакал у подножия Голговского креста. Господь доверил ему заботу о своей маме, и Иоанн проповедовал в городе Ефес и в Малой Азии. Его проповеди сопровождались чудесами и знамениями. Это было и освобождение, и исцеление, и спасение людей. Но сама жизнь Иоанна, она не менее была полна чудес. Вот некоторые из них. Корабль, на котором он переправлялся, потерпел крушение. Иоанн, он 14 дней оставался один в океане, и Господь спас его. В Риме, приготовленный к смерти, он выпил смертоносного яда и остался жив. Быв брошен в котел с кипящим маслом, снова выжил. Его невозможно было убить, и он был сослан на остров Патмос, где он пережил удивительную встречу с нашим Господом, который показал ему будущее. Мы читаем об этом в книге Откровений Иоанна Богослова. Иоанн – автор трех посланий, наполненных любовью и удивительным, неповторимым Евангелием, из которого мы видим, как Иоанн знал хорошо и любил нашего Господа. Только в одной главе, в первой главе Евангелия, он описывает 21 титул нашего Господа. Он показал, что Иисус есть Слово, и Свет истинный, и Сын Божий, Рави-Учитель, Мессия Христос, Царь Израилевых и другие. Вот такие чудеса мы видим в жизни апостола Иоанна. Давайте вспомним трех Марий из Нового Завета. И начнем с Девы Марии, которая первая верою приняла Иисуса Христа внутрь себя. Она просто доверилась Его Слову, и, вернее, ответу на вопрос, как это будет. И в результате чудо. Бог через эту юную девушку смог реализовать свой план спасения всего человечества, и на эту землю пришла жизнь. Писание называет ее благословеннейшей из женщин. Ее образ не только в родильных домах, больницах, но также в автомобилях, в отелях и магазинах. И мы тоже благодарны ей за ее пример веры и послушания Господу. Мы видим, как ее единение с Богом дало возможность справиться с большими испытаниями. И если, дорогие, вам трудно принять Христа в сердце, можно поучиться у Марии, мамы Господа. Еще одна удивительная женщина, которой Иисус даровал свободу и исцеление, это Мария Магдалина, первая ученица Иисуса Христа. Она возлюбила Господа всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всей силой. Она является образом невесты Иисуса. И все, что мы о ней читаем, Мария следовала за Ним, она никогда не покидала Господа, она заботилась о Нем и Его служении. Она первая ушла от Голговского креста и первая пришла воскресным утром ко гробу. И вот результат этой близости. Иисус первой из людей явился ей по воскресении Своем. Она первая принесла благую весть о воскресении Иисуса на эту землю и всем ученикам. И мы читаем о ней во всех Евангелиях. Еще одна Мария, ученица Иисуса, на которую жаловалась сестра, что она не помогает по хозяйству, а только сидит у ног Иисуса и ждет, что он скажет. Иисус оценил ее поступок как благое дело. И вот результаты близости у этой Марии. За шесть дней до Пасхи она излила на него фунт чистого драгоценного анардового масла и тем самым приготовила его к погребению. Она была так внимательна к словам нашего Господа, что она поверила, что Ему надлежит умереть и воскреснуть. И слова Господа исполняются, где бы ни проповедовалось Евангелие, везде вспоминают о ней. Все эти люди, они любили проводить время с Иисусом, и мы можем сказать, им легче, они его видели. Тогда самое время вспомнить жизнь апостола Павла. Он не встречался с Иисусом лично, но лишь однажды на пути в Дамаск Господь осиял его великим светом с небес. Эта удивительная встреча с Господом не только изменила Павла, но и трансформировала его жизнь. Из гонителя церкви и гонителя Христа он превратился в верного служителя и последователя Господа. Из фарисеев величайшего учителя христианской веры. Из Иудея Савла в апостола Павла, который является автором половины книг Нового Завета и главным героем книги Деяний, в которой описаны три его миссионерские путешествия. Вот такую трансформацию пережил апостол Павел. И, дорогие, для нас с вами этим великим светом, которым Господь осиял Павлом, является свет Евангелия. Ярким плодом близости всех этих людей с Господом является то, что две тысячи лет о них говорят и учат во всех церквях, на всех языках. И сегодняшняя наша встреча тому подтверждение. Деяния учеников Иисуса Христа продолжаются через церковь, и за все время ее существования было немало христианских движений, которые призывали к личному общению с Богом и использовали молчаливую молитву. В IV-V веке это отцы-пустынники во главе с Антонием Великим. Первый монастырь на Руси появился в 1051 году, и его основали Антоний Печорский и Святой Феодосий. Немецкий богослов-мастер Эрхард Иоганн, один из крупнейших христианских мистиков, он учил, «Вне Бога нет бытия, и Бог присутствует во всем, особенно в душе человека». В 1326 году он был осужден за свои взгляды как в ереси, но в XIX веке интерес к его учению возобновился. Испанская монахиня Святая Тереза Авильская в 1562 организовала первый женский монастырь и за всю свою жизнь организовала 16 таких общин. В 1970 году Тереза Авильская удостоена титула «Учитель церкви». Это первая женщина удостоенного такого титула. Я не оговорилась, это произошло через 400 лет после ее служения. Вместе с Хуаном де ля Крузом она учредила орден босых кармелитов. Кармель – это созерцательный, строго затворнический монашеский орден. В 1652 году было организовано протестантское движение квакеров под руководством Джорджа Фокса. О всех этих движениях можно прочитать в интернете. В конце XVII века французский христианский мистик Мадам Гион призывала глубоким внутренним взаимоотношением с Богом и к познанию его глубин. Ее книги до сих пор меняют жизни верующих. В 70-х годах XX столетия была организована школа христианской медитации Джоном Мэйном. Сейчас это уже международная школа. Он учил, что во время медитации сознание наполняется светом, а отношение к людям любовью. На прошлой встрече мы уже говорили об английской школе центрирующей молитвы, основатель которой Томас Китинг, и о школе трансцендентальной медитации, основатель которой Томас Мертон. Современные школы не призывают христиан, которые всем сердцем ищут Бога, удаляться от соблазнов этого мира в монастыри, как это было раньше, а предлагают учиться пребывать в безмолвии, в тишине и быть открытыми Богу, который Духом своим святым обитает у нас. Как писал апостол Павел в своем послании к Колосинам, глава 2, 6 стиха, современный перевод. Так вот, раз вы приняли Христа Иисуса как Господа, живите в единении с Ним, укрепляясь в Нем, созидая на Нем свою веру, укрепляя себя верой, в которой вы были наставлены сердцем, переполненным благодарностью. Из 9 стиха. Потому что в Нем воплотилась и обитает вся полнота Божества, и вы обрели полноту жизни с Ним, главой начал и властей. Дорогие, сегодня есть люди, чьи книги, чьи стихи и высказывания, они тоже нас зовут в духовной глубине. Их имена нам хорошо известны. Это католическая монахиня Мать Тереза, это протеерей Русской Православной Церкви Александр Мень, это русская поэтесса, практик созерцания Зинаида Миркина, это российский философ и писатель Григорий Померанс. Приведу его высказывание. Он пишет, «В пространстве и времени Бог может найти себя лишь в глубине человеческого сердца, но только в самой последней ее глубине». Могу не назвать Сару Янг, это миссионер и практик созерцания с 20-летним стажем и автор книги «Иисус говорит с тобой», из которой многие из вас получают утренние рассылки. И я прочту это послание за 19 июня. «Иисус говорит с тобой». «Я есть твердое основание, на котором ты можешь танцевать, петь и провозглашать мое присутствие. Это мое высокое и святое призвание для тебя. Прими его как драгоценный дар. Прославление и настолождение мною более высокий приоритет, чем приверженность приведенной в порядок и структуризированной жизни. Оставь свои попытки все держать под контролем. Это невыполнимая задача и пустая трата драгоценной энергии. Мое водительство для каждого из моих детей уникально. Вот почему слышать меня очень важно для твоего благополучия. Позволь мне приготовить тебя на день грядущий и показать тебе правильное направление. Я всегда и постоянно с тобой, поэтому не дай страхам запугать тебя, и хотя они могут приостановить тебя, они не причинят тебе никакого вреда, пока ты держишься за мою руку. Не своди с меня глаз и радуйся миру в моем присутствии. В нашей церкви с осени 2014 года начала практиковаться молитва тишины и созерцания. Пастор Виктор ежегодно весной и осенью проводит недельные выезды созерцания в тишине с обучающими семинарами и практикой созерцания. О плодах этой практики послушаем свидетельства их участников. С молитвой созерцания я познакомилась в церкви. Сначала у меня было просто любопытство из-за того, что что-то новое, о чем я никогда не слышала. Но когда я поехала туда, очень многое изменилось в моей личной жизни. Ушел страх, вообще стеснение какое-то. Даже то, что я говорю, для меня это чудо, потому что я вообще не публичный человек и никогда не хотела говорить и не могла. Вот эта патологическая неуверенность в себе. Потом я заметила, что спустя время я все больше начала ощущать Бога в простых вещах, как мне раньше казалось, недуховных. Но я понимаю, что Он со мной, Он рядом и никогда не оставит меня. Наверное, это самое большое, что произошло и что помогает мне двигаться дальше. Вот этот выезд это был как некий поворотный момент в моей жизни, моей молитвенной жизни, когда я стал не просто обращаться к Богу, молиться, о чем-то просить, говорить, благодарить, а когда я стал останавливаться для того, чтобы послушать, что Бог хочет мне сказать, что Он хочет, как Он хочет мне послужить, хочет ли Он просто побыть вместе или поговорить со мной, или открыть Писание, или открыть какие-то другие вещи. И я четко понимаю, что во время этого выезда я начал путь слышать Бога, да, и отличать Его голос от других голосов, от своих мыслей, от каких-то, возможно, других голосов. И этот путь обучения, который я прохожу и по сей день, но он начался именно на выезде. Поэтому этот выезд, он стал огромным благословением для меня. И он привнес жизнь в мое христианство, что-то настоящее, настоящее отношение с Богом, общение с Богом. Это было здорово. Что для меня молитва тишины? В первую очередь это возможность в тишине побыть с Богом и самой собой наедине. Когда я начала практиковать молитву тишины, моя духовная жизнь, стала углубляться. И Слово Божие стало открываться мне по-новому. И места из Библии, которые раньше казались мне понятными или непонятными, стали открываться мне с новым духовным смыслом. Когда Иисус говорил о Царстве Небесном, Он сравнивал Его с человеком, который нашел сокровище и пошел, продал все и купил это поле с этим сокровищем. И вот я, такой же человек, который уверовал в Бога, купил это поле, оставила все, но я даже до конца не знаю, что за сокровище я получила. И вот, когда я стала ездить на молитве тишины, я училась углубляться в себя, училась оставлять все стереотипы христианские, и Бог буквально изнутри стал обогащать меня. И я внутри себя открыла источник. Это источник всего, что мне нужно. Это источник мудрости, источник мира, источник любви, источник терпения. И вот был такой случай, когда однажды я вернулась с выезда созерцания, была наполнена переживаниями духовными. Близкий человек сказал мне обидные слова. И сразу ушел весь мир, и как будто бы не было этих дней наполнения. Но я уже знала, куда мне идти. Я знала, что мне нужно идти внутрь себя. И сразу же пришло прощение, пришло понимание, но уже как будто бы не я прощала, а Христос внутри меня прощал. И сейчас я знаю, что все, что мне нужно для жизни, оно есть внутри меня. Что когда я не могу позволить себе долго пребывать в молитве, тишине, оставаться в созерцании, я знаю, что я всегда могу обратиться внутрь себя. И внутри меня есть это сокровище. Ты Христос во мне. Завершая наш разговор о плодах близости с Богом, подведем некоторые итоги. Прежде всего, мы должны признать, что в нас живет старый человек, ложное я. Это ненасытный потребитель, который живет в постоянной погоне за рублем, за едой и удовольствиями. он переполнен гордостью, что он одарен, умен и талантлив. И он всегда знает, что хорошо и что плохо. И он всегда хочет, чтобы его заметили и быть на виду. А тихое время с Богом, оно помогает заставить замолчать наше эго и помогает увидеть и услышать Бога. Истинное я – это образ Бога внутри нас. Это Христос, выражающий себя в нас, в тебе. Анатолий, извините, Афанасий Великий сказал, «Бог вочеловечился, чтобы человек обожился». Бог вочеловечился, чтобы человек обожился. Присутствуя внутри, Бог сам меняет наше ДНК. Он учит нас любить, радоваться, долготерпеть, иметь мир, быть добрыми, щедрыми, верными, кроткими и уметь владеть собой. И как любящих детей, Бог одаряет нас дарами Духа, дар мудрой речи, дар передавать знания, дар веры, дар исцелять болезни, пророчествовать, творить чудеса, различать, что говорит Дух и истолковывать языки. Мы можем с уверенностью сказать, что плоды созерцания, они приходят через плоды Духа Святого и дары Духа. Сегодня дорогие людям необходим новый образ мышления, это знание от самого Бога. Лекарство, в котором мы все с вами нуждаемся, это созерцание Бога, само по себе ведущее к преображению. Хуан де ля Круз учил, что внутреннее безмолвие это место, где Дух дает душе тайное помазание и исцеляет самые глубокие раны. Быть движимым Святым Духом это совершенно новый способ существования в мире. И очень точно его описал Томас Китинг в своей книге «Открой ум и сердце высшей тайны». Если мы соглашаемся отказаться от нашего эгоизма, Бог забирает его, и через плоды и дары Духа вместо этого эгоизма помещает в нас его собственный ум и сердце. Пользуясь случаем, приглашаю вас на молитвы тишины и созерцания, которые проходят в нашей церкви в молитвенном доме каждый понедельник и пятницу с 8.30 до 10.00 утра. В пятницу молитву ведет пастор Виктор Судаков. Будем вместе учиться с вами отдыхать в Божьем присутствии, и мы верим, что будущее за созерцательным христианством. Давайте помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за церковь, в которую Ты нас привел, где Ты воспитываешь нас, меняешь, Господь, трансформируешь, где Ты нас обличаешь, наставляешь и благословляешь. Особо, Господь, мы благодарим Тебя за пастора Виктора, который всю жизнь свою посвятил поиску Тебя, и который с большой любовью, смелостью и усердием передает нам свой опыт. Мы просим, чтобы Ты его благословил на этом пути и дальше. Мы благодарим Тебя, Господь, за все, что мы имеем. Мы прославляем Тебя своими устами, своим сердцем, своими финансами. Спасибо Тебе, великий Отец. Аминь. спасибо дорогие особые за ваши щедрые сердца, за вашу верность, за вашу заботу о Доме Божьем и заботу о распространении благой вести по всей земле. И давайте будем верными и сегодня принесем свои приношения, даяния в Дом Божий. И предлагаю посмотреть ролик и выбрать способ, который сегодня вам наиболее удобен для пожертвования. Пусть Бог благословит каждого из вас. Дорогие друзья, мы благодарны каждому, кто поддерживает нас финансово. Если вы недавно присоединились к нашему служению, то совершить пожертвования возможно всеми доступными способами, которые вы видите на экране. Вы можете перейти на наш сайт Нью Лайф в раздел поддержать нас. Также при помощи QR-кода в этом же разделе в сервисе Сбербанк Онлайн в разделе услуг «Набрать церковь новая жизнь города Екатеринбурга» ввести сумму и назначение платежа, пожертвования на осуществление уставной деятельности любым другим безналичным способом по реквизитам на сайте церкви. Остались вопросы? Мы с радостью ответим на них по телефону 8-912-22-333-02 Когда вы жертвуете, вы участвуете в деле распространения Евангелия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин